Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Предприятие, которое чтит традиции, внедряет новые технологии. Берестейский Пекай расширяет границы своих возможностей, увеличивает географию продаж и количество благодарных потребителей. Обсуждаем актуальное. Каким должно быть питание в наших школах? Главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко познакомился с реализацией пилотного проекта Министерства образования по апробации новых технологий и основных принципов организации школьного питания на базе Брестской средней школы номер один. Анастасия Мелешкевич встретилась со всеми сторонами открытого диалога и узнала их мнение о нововведении. Профессии, которую легкой не назовешь, они нашли себя. Сильные, выносливые, ответственные, любящие свое дело спасатели Беларуси отметили свой профессиональный праздник. Юные таланты из Бреста продолжают покорять вершины творческого олимпа. Лиза Цуприк прошла на республиканский отборочный тур Международного фестиваля искусств «Славянский базар Битебский-2023». В эфире программа «Итоги недели». Говорим о том, что важно и что актуально. И начнем со своеобразной экскурсии, которую наши корреспонденты организовали на всем известное предприятие «Берестейский пекарь». Доверие и заслуженная репутация, завоеванные сложившиеся годами, стали своего рода гарантией качества и безупречного вкуса продукции «Берестейский пекарь». И цифры продаж говорят о высоком спросе на хлебобулочные и кондитерские изделия, которые выпускает брестское предприятие. А цифра эта солидная. Более тысячи тонн хлеба и 180 тонн торта в печенек-пряников. О том, как проходит процесс появления на свет душистого, с хрустящей корочкой, любимого с детства хлебушка, Какая продукция пользуется спросом у брещан и что нового планируется на «Берестейском пекаре», расскажет наш корреспондент Анастасия Мелешкевич. «Берестейский пекарь» с уверенностью можно назвать флагманом Беларуси из числа предприятий по производству хлебобулочной и кондитерской продукции. Без высококачественной и полезной выпечки, столь любимой жителям нашего региона, сегодня невозможно представить ни один праздник, обед или ужин. Но продукцию «Берестейского пекаря» знают и любят не только в каждой брестской семье, она экспортируется в 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. А потому неудивительно, что только доверие и заслуженная репутация, сложившиеся годами, стали своего рода гарантией качества и безупречного вкуса продукции «Берестейский пекарь». 80% нашей продукции мы продаем у себя в области, порядка 18%, ну, 90-80% так в целом брать. Это, конечно, на внутренний рынок хлебобулочный. Вот, да, кондитерские изделия, тот же замороженный хлеб мы ищем в рынке сбыта. За пределами, это, в первую очередь, Российская Федерация, но есть наша продукция и в Израиле, и в Сингапур мы отправляли, и в Соединенные Штаты у нас были поставки. Порядка 2% у нас составляет доля экспорта. В прошлом году, за 2022 год, мы перешагнули, опять же, планку в 2 миллиона долларов. 2 миллиона 200 у нас составил экспорт по объединению. Предприятие «Берестейский пекарь» имеет давние традиции хлебопечения, основанные на старинных белорусских рецептах, подкрепленных новейшими технологиями и современным оборудованием. Мука, вода, соль, дрожжи – вот так готовится тесто на предприятии «Берестейский пекарь». Если в древние времена оно замешивалось руками, то на предприятии оно замешивается тесто машиной. И именно машины сегодня на предприятии во многом заменяют ручной труд. Во многом, но не во всем. Никакая машина не выполнит работу с сердечностью и добротой, так как сделает это человек. Наша съемочная группа познакомилась с одной из таких сотрудниц «Берестейского пекаря», которая не только с душой, но и с любовью выполняет свою работу. Жанна Кипин на данном предприятии работает с 2004 года в должности мастера смены и считает, что та продукция, которую выпускает предприятие «Берестейский пекарь», рождается с душой. «Каждый человек вкладывает всю душу в наше производство, чтобы наша продукция была самая вкусная, чтобы покупатель только радовался нашему труду. Столько лет посвятила этому, наверное, особенно, это был сознательный выбор этой профессии. Нравилась, всегда любила заниматься, и дома люблю заниматься выпечкой, дома занимаюсь. Помимо работы люблю готовить торты, пирожные, даже пироги. Работу свою люблю. Наверное, все люди, которые приходят и работают здесь, и по несколько, больше десяти лет, наверное, уже люди, которые сюда по призванию приходят. Потому что кто с этим, ну, как бы, кому это не дается, здесь долго не задерживаются». Конечно, главное богатство, главная изюминка предприятия «Берестейский пекарь», объединяющая все перечисленное и ведущая к процветанию предприятия – коллектив. Единая сплоченная команда профессионалов, любящая свое дело. «В работе каждого на своем месте, кропотливой, каждодневной. Каждый знает, что ему надо делать на своем рабочем месте, и он это делает с инициативой, с желанием. Вот, поэтому и это выливается в общий результат нашего предприятия». Ежегодный ассортимент, выпускаемый предприятием продукции, существенно обновляется. Что-то уходит, что-то дорабатывается, исходя из спроса покупателей. Вводятся новые наименования, которые способны удивить даже самого переборчивого гурмана. «Вся технологическая служба, служба сбыта, маркетинга, она уцелена на постоянный поиск каких-то новых видов продукции, начиная от каких-то вкусовых качеств, вообще какой-то продукта, поиска продукта, тот, кто не делает, то, чего нет у других, вот, заканчивая внешним видом упаковкой. «22-й год не стал в этом плане исключением, и начиная от песочного печенья в Бресте, вот сегодня, видите, на столе у нас отработали, как такие домашние вкусы, печенье с творогом сегодня очень так завоевало, в своем покупателях очень хорошие отзывы. Вот, печенье с такими вкусами, как трюфель, манго-маракуйя. Такой новый продукт у нас был, печенье, это наша фруктовая мозаика с начинкой, пряник. Сегодня мы хотим этому продукту тоже придать какую-то новую жизнь, сделать его более бисквитным, в сочетании, может быть, с каким-то там вкусом кокоса». Процесс обновления продукции постоянный. Именно это является одной из тех составляющих успеха, которые существуют на предприятии «Берестейский пекарь». Говоря о планах, генеральный директор обозначает их так. Продолжать удовлетворять потребность наших покупателей в высококачественной продукции по доступной цене и работать над расширением рынков. «Глобально дальше развиваться, глобально дальше увеличивать объемы производства и реализации. Мы уже на протяжении последних десяти лет постоянно прирастаем в кондитерском производстве и нацелены сохранить эту динамику. Хлеб хлебобулочных изделий, желание дальше отвоевывать какую-то новую нишу рынок сбыта, двигаться дальше, дальше обновляться, дальше модернизироваться, держать, как говорится, планку и держаться на высоте». Сегодня хлебобулочная продукция берестейского пекаря без сомнения пользуется не только спросом брестских потребителей, но и положительными отзывами. «Хлеб всегда свежий, мы недалеко живем, удобно, выгодно удобно». «То есть можно сказать, что берестейский пекарь делает качественную продукцию?» «Качественную, качественную. А что качественную, это без рыха». «Свежая свежая, особенно с утра. Хлеб, булочки, очень вкусные». Анастасия Милишкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович специально для программы «Итоги недели». В программе «Итоги недели» мы говорим об актуальном. А что может быть актуальнее здоровья и благополучия наших детей? Школьное питание всегда было и остается в центре внимания. Эта животрепещущая тема так или иначе касается всех. Для ребенка главное, чтобы еда была вкусной. Взрослым важно, чтобы она была полезной, разнообразной и доступной для любого родительского бюджета. А вот для представителей Республиканского санитарно-эпидемиологического совета, который прошел в городе Бресте, самое главное, чтобы питание было качественным и безопасным. Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Александр Тарасенко совместно с санитарными врачами всех областей лично познакомились с реализацией пилотного проекта Министерства образования по апробации новых технологий и основных принципов организации школьного питания на базе одной из крупнейших школ региона. Таким учреждением образования стала школа номер один города Бреста. В декабре 2022 года в Брестской области стартовал пилотный проект по организации питания в учреждениях общего среднего образования. Его участниками были определены три школы региона, ведущей из которых стала одна из самых крупных школ города Бреста. Первая. В данном учреждении образования к реализации пилотного проекта отнеслись очень ответственно, учитывая пожелания, предлагаемых в меню блюдах как самих учеников, так и их родителей. На основании независимого мнения комбинат общественного питания разработал технологические карты новых блюд, провел их дегустацию и уже с начала новой четверти началась практическая реализация проекта. Все меняется в процессе, в том числе и блюда, подходы и так далее. Да, есть и некоторые моменты, которые мы видим, что надо исправлять и по времени, и по разработке новых технологических карт, соответственно, и блюд в меню. Они будут, если не востребованы в определенной части, то есть, как мы говорим, будут образовываться значительное количество отходов, конечно же, они будут оперативно меняться для того, чтобы этого не было в будущем. Наша съемочная группа накануне рабочей поездки Александра Тарасенко побывала в первой школе и увидела, как готовится пища, сколько на все уходит времени. Раньше питание в пищеблоке было организовано три раза в день. После того, как учреждение образования включилось в реализацию пилотного проекта, стало двухразовым. Нареканий со стороны родителей нет. Главное пожелание, чтобы блюда были не только вкусными, но и калорийными, питательными, подавались горячими. К примеру, в этот раз в школьном меню были драники. Меня очень вкусно кормят в школе. Мне очень понравилась вся еда, которую тут дают. Особенно понравились драники. Мне очень понравилась еда. Мне больше всего понравились драники. Мне очень нравится, что дают яблоки и мармеладки. Мне очень понравилось все как по-домашнему, очень вкусно. Особенно нравятся очень салаты разные, напитки. и очень рада, что разнообразили сам рацион питания, и очень этому рада. Мне очень понравилось наше питание, то, что обновили много из меню. В принципе, наши повара очень сильно постарались, готовка очень хорошая. Насчет меню тоже могу сказать, что все отлично, и питание, в принципе, полезное. Так что детям полезно и вкусно. Услышать такие оценки детей дорогого стоит, но, как известно, не бывает все так гладко, как хотелось бы. Есть и антирейтинг продуктов у школьников. В него входит морская капуста, морковь, свекла, каши. Вот и приходится технологам ломать голову и придумывать новые рецепты. А если учесть, что половину полезных продуктов дети не любят, задача усложняется. Все должно быть и вкусно, и полезно, как комбинат общественного питания прописал. Каждый день мы стараемся дать что-нибудь новенькое. Мы уже предложили нашим школьникам митболы с сыром, мясные гнездышки, бифштекс ароматный. Мы получили оценку. Медальончики куриные мы им сделали. Очень нравятся детям блюда из филе птицы, мясные блюда. А вот, к сожалению, салаты не пользуются таким спросом, как хотелось бы. Мы все понимаем пользу овощей и стараемся предложить каждый день что-нибудь новенькое. Салаты из свеклы, из капусты, из моркови в сочетании с другими компонентами. Рассказываем, объясняем пользу этих продуктов. Ну, дети едят, но не скажу, что очень охотно. Предпочитают больше, наверное, порционный просто кусочек свежего либо консервированного огурчика. Участники санитарно-эпидемиологического совета посетили школьную столовую, где ознакомились с реализацией пилотного проекта по апробации новых технологий и принципов организации питания в средней школе номер один, который проводится в школе с 9 января 2023 года. На протяжении всего эксперимента специалисты будут фиксировать результаты, отслеживать динамику и делать выводы. Мы смотрим, конечно, в первую очередь, чтобы питание было, оно и было сбалансировано, если говорить по физиологическим параметрам, по диетическим. Но еще хотелось бы, чтобы не просто мы организовали и колораж, соответственно, все. Но если дети не кушают, соответственно, они недополучают те же калории, белки, жиры, углеводы, затем и растительные, животные. Поэтому здесь, конечно, назрело уже изменение и меню, и подходов. Пилотный проект продлится до мая. В процессе будут обсуждаться как положительные, так и отрицательные моменты, чтобы уже начиная с нового учебного года внедрить во все учреждения образования оптимальную и качественную модель организации школьного питания. Сегодня в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА находится порядка 145 ребят с особенностями психофизического развития. Главная цель учреждения – оказание помощи детям, чтобы они могли чувствовать себя как можно комфортнее в любой среде. Однако эти малыши в силу своих особенностей требуют более затратного лечения. Накануне в рамках акции «От всей души» Центру ВЕДА сделали крещенский подарок – особенный и долгожданный лифт. Адаптация людей с ограниченными возможностями в общество начинается с создания безбарьерной среды. Особенно актуально этот вопрос стоит в специализированных учреждениях образования, воспитанникам и учащимся которых сложно передвигаться по этажам. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА эта проблема теперь решена полностью. Благодаря финансовой поддержке городской администрации здесь установлен лифт для особенных деток. У нас существуют программы по той же безбарьерной среде, в которой мы выполняем. В этом направлении работают все службы города. Это не только точечные профильные учреждения, на которые мы обращаем внимание. Это в целом работает и система ЖКХ города. Мы видим, что по безбарьерной среде это те же бордюры с низким ходом, которые совпадают с проезжей частью. Это наши звуковые светофоры, это наш общественный транспорт с низкой платформой, которая позволяет попасть более легким способом в общественный транспорт. Это остановки. Во всех мы видим учреждениях здравоохранения, сейчас образование. Мы стараемся использовать всю безбарьерную среду, чтобы она была везде. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Веды воспитывается 145 детей от самых маленьких и до 18 лет. Заболевания у ребят самые разные. Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, психофизические особенности, сложные диагнозы. И родителям, радеющим за здоровье своих детей при активном их росте, сложно перемещать их с этажа на этаж по лестнице. Лифт для Веды – поистине королевский подарок. Это замечательный подарок, и для нас он настолько важен, потому что он создает безбарьерную доступную среду нашим ребятам, потому что наши дети, большинство из них – это дети с ограничениями в передвижении. И для них, и для родителей это, конечно, большое будет облегчение и большая поддержка. Процесс строительства лифта – это был процесс не одного года. Хочется отметить хорошую работу проектировщиков города Бреста и строителей, потому что переспособить лифт уже в действующее здание – это не так просто. Поэтому была проделана большая колоссальная работа проектировщиками по изучению самого устройства лифта в городе Бресте. И вы знаете, сейчас уже по итогам выполненных работ можно сказать, что работа сделана на отлично. На отлично она сделана потому, что человек, родитель с коляской, с ребенком, придя сюда, ему не нужно думать, как подняться, зайти в фойе. То есть они могут сразу же зайти в лифт, подняться на первый этаж, соответственно, потом на второй этаж и в обратном направлении. То есть это уже говорит об определенном, правильном сделанном решении. Давно ожидаемый коллективом и воспитанниками учреждения «Ведалифт» – очень удобный, просторный, светлый. Теперь дети и родители смогут без проблем перемещаться в необходимые им кабинеты, расположенные на разных этажах. Мы живем уже в 21 веке. У нас меняются технологии, у нас появляется новое оборудование. На первом этаже, как нам было раньше удобно, разместить все невозможно. Что-то у нас приносится на второй этаж. И завести каждого ребенка, особенно с тяжелых детей, у нас есть дети с ДЦП, например, их мы на себе не занесем никак. А вот с помощью лифта мы можем спокойно передвигаться. Мы можем и в физкультурный зал, и вот сюда вот в раннюю диагностику заходить. Так что нам это очень было необходимо, мы очень рады. Ребенок не маленький, вот бывает до 15 килограмм и выше, мама, как правило, больше 3 килограммов носить нельзя. И поднимая каждый раз по лестнице, это отзывается определенным проблемам в спине и во всем общем организме. И после того, как мама принесет, она еще целый час после этого может просто восстанавливаться, делая упражнения дома. Спасибо большое нашему Брестскому администрации за то, что у нас сейчас есть лифт, за то, что возможность есть подниматься с коляской, с ребенком на руках, в общем, но без лишних проблем. Помимо лифта, стройтрест номер 8 при поддержке городских властей сделали косметический ремонт в двух помещениях центра – в массажном кабинете и в кабинете ранней помощи. Справились брестские строители всего за три месяца, даже несмотря на то, что проект был действительно сложным и нужно было предусмотреть все до мелочей. Работы на данном объекте начались 14 октября прошлого года и уже объект был полностью введен в эксплуатацию, законченный 13 октября старого нового года. Но открытие происходит сегодня в светлый праздник и окрещение Господне. И затраты в целом по объекту составили 425,5 тысяч рублей, потому что здесь устройство лифта было выполнено. Также внутри часть помещения тоже были приведены в соответствующий вид для того, чтобы были комфортные условия для деток. Совсем недавно в Бресте открылся обновленный корпус областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сегодня подарок Центру Веда именно такие дела говорят о том, что государство проявляет заботу о детях, что все они нужны стране. Продолжаем программу «Итоги недели». Общественные объединения и фонды играют ключевую роль в формировании будущего нашей страны. Ведь своей деятельностью они охватывают основные сферы жизни общества. Это благотворительность и социальная поддержка, спорт, волонтерство, патриотическая и творческая деятельность, а также самореализация. Главное управление юстиции Брестского облсполкома ежегодно проводит обучающий семинар по вопросам создания и деятельности общественных объединений и фондов для того, чтобы разъяснить их руководителям нюансы действующего законодательства и помочь сориентироваться в его изменениях. Людмила Логодич с подробностями. Общественные объединения и фонды создаются в Беларуси для того, чтобы ее граждане могли принимать участие в решении социально значимых проблем и вопросов для страны в самых разных сферах, начиная от творчества и самореализации, заканчивая социальной поддержкой. Именно поэтому Главным управлением юстиции Брестского облсполкома проводится постоянная работа по повышению уровня знаний и правовому просвещению руководителей общественных организаций. Одна из форм работы в этом направлении – обучающие семинары. По инициативе Главного управления юстиции ежегодно организуются и проводятся бесплатные обучающие семинары по вопросам создания и деятельности общественных объединений и фондов, на которые приглашаются специалисты компетентных государственных органов для разъяснения законодательства в своей сфере. В этом году на семинар были приглашены специалисты для разъяснения законодательства в области бухгалтерского учета и делопроизводства, а также налогового и трудового законодательства. В частности, сотрудники налоговых органов пояснили, при каких условиях общественным объединением может осуществляться коммерческая деятельность, из чего при этом формируется денежное средство и на какие цели могут быть использованы. Предпринимательская деятельность может осуществляться общественным объединением только путем образования коммерческих организаций, либо участия в них. Эти коммерческие организации осуществляют деятельность от своего имени и за свой счет, но несмотря на то, что виды деятельности могут быть разными, они не должны идти в разрез уставным целям общественного объединения. Денежные средства общественной организации формируются из вступительных членских взносов, поступлений от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий, доходов от предпринимательской деятельности, иных источников, не запрещенных законодательством, к которым, среди прочего, относятся международная техническая помощь, иностранная безвозмездная помощь. В 2022 году большое внимание Главного управления юстиции уделялось контрольным мероприятиям в отношении общественных организаций. Поэтому на семинаре подробно рассматривался вопрос о типичных нарушениях с целью их дальнейшего недопущения. Особое внимание было уделено и вопросу корректной отчетности. Общественные объединения и фонды должны представить до 1 марта 2023 года отчеты о своей деятельности, в которой должны указать мероприятия, которые проводились ими, а также источники приходования и расходования денежных средств. Обращаем внимание, что в информации, которая будет представлена о мероприятиях, должны быть указаны цели, содержание, а также участники данных мероприятий. На сайте Главного управления юстиции в разделе «Напоминания» размещены образцы примерных форм отчетности для общественных объединений и фондов. Обращаем внимание руководителей общественных организаций, что достоверность, представляемая информация, обеспечивается общественными организациями. И в случае ее несоответствия требованиям законодательства, она не размещается на официальном сайте Главного управления юстиции. На обучающий семинар приехали руководители общественных объединений и фондов всего Брестского региона. Это порядка 100 участников. Все они крайне заинтересованы в том, чтобы получить важную для деятельности информацию из компетентных источников. Я возглавляю женскую общественную организацию. Она исполнилась в этом году 26 лет. Это достаточно зрелый возраст для общественных организаций в Белоруссии. И я принимаю уже неоднократно в такого рода мероприятиях. И в принципе, безусловно, хочу отметить, что это мероприятие очень полезно. Тем более они проходят на системной основе постоянно. И в начале года, когда принимаются изменения в законодательные акты. Этот семинар уберегает практически от ошибок, которые допускаются организациями в своей деятельности, в своих отчетах и так далее. Я думаю, что это главная цель. Потому что законодательство изменяется. Не все общественные организации в состоянии уследить за этими изменениями. А здесь конспектировано. Все дается в такой удобной форме. Это можно применить на практике. Подобного рода семинары – прекрасная возможность сверить дорожную карту, отследить важные изменения в области законодательства, взять на карандаш отдельные моменты и напрямую побеседовать с экспертами. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Они готовы прийти на помощь в чрезвычайной ситуации. А в зависимости от происшествия способны мгновенно переквалифицироваться в пожарного, водолаза или альпиниста. 19 января представители самой мужественной профессии – спасатели – отметили свой профессиональный праздник. Сотрудники органов и подразделений чрезвычайных ситуаций – смелые и решительные люди, имеющие серьезную физическую подготовку и готовы справляться с большими нагрузками и стрессовыми ситуациями. А их работа, сопряженная с риском для жизни, служит спасению людей. На прошедшей неделе в нашем городе прошло много мероприятий, инициированных сотрудниками Брестского областного управления МЧС. И наши корреспонденты подготовили сюжет, посвященный Дню спасателя. Шагом марш! Из года в год сотрудники Брестского областного управления МЧС гордо несут свою миссию, выполняя поставленные задачи на самом высоком уровне. А все потому, что в одну из самых важных и опасных в мире профессий спасателя пожарного приходят избранные. Путь к призванию у каждого свой, и первым ответственным шагом на нем становится торжественное принесение присяги. Присягая на верность Республики Беларусь и ее народу, для нас ряда соблюдать институты и законодательства Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальников, высоко нести честь и достоинство работников органов и подразделения по чрезвычайных ситуациях. 58 новобранцев в свой профессиональный праздник День спасателя поклялись быть верными выбранному призванию, долгу, родине и народу. Этот день каждый из них бережно отложит фотоальбом своей памяти. Профессия спасателя пожарного – это профессия для настоящих мужчин, поэтому я ее выбрал. Этот день для меня очень важен, для моих родителей, для всех, кто принял присягу сегодня, и я его запомню на всю жизнь. День присяги для нас – это торжественный день, в котором мы клянемся, присягаем к нашей профессии. Для каждого из нас, конечно же, эти слова очень важны, так как мы их произносим один раз в своей жизни. Слова клятвы отзываются в сердцах новобранцев. Они не раз станут им поддержкой в трудную и опасную минуту. А в этот день по-особому звучат. На священной земле Брестской крепости в присутствии родных и близких, ветеранов подразделений и руководителей. На этой священной Брестской земле слова клятвы, присяги наших работников приобретают особый смысл. В этот праздничный день, в День Спасателя, в День Крещения Господня, я хочу поздравить наших работников, коллег, ветеранов, ну и всех присутствующих. И пожелать, в первую очередь, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. В этот же день имени торжественно и волнительно в присутствии почетных гостей, педагогов и родителей прошла церемония принятия торжественной клятвы учащимися 5-го А-класса, профессиональной направленности МЧС из средней школы номер 16. Что значит класс МЧС? Для школы это и гордость, и ответственность. Классы МЧС когда-то были созданы в 16-й школе, 20 лет назад. В 18-м году мы возобновили эту традицию, мы этому очень рады. Сейчас у нас есть с 9, 8, 7, 6 и сегодня 5-й класс принял присягу. Это классы, которые на повышенном уровне изучают математику, а в последующем еще и физику, которые будут ориентированы на поступление в военные вузы. Это ребята, которые участвуют во всех мероприятиях МЧС. Значит, они учатся у взрослых профессионалов быть ответственными, быть патриотами своей Родины. Они учатся не только отвечать за свои поступки, но они учатся быть активными гражданами своей республики. 20 ребят, вдохновившись самоотверженной и благородной профессией спасателя пожарного, перед лицом своих товарищей пообещали прилично учиться, вести себя согласно уставу и помогать тем, кто в этом нуждается. Для нас это очень важный праздник, момент, чтобы научиться многому получать хорошие оценки, слушать учителей и соблюдать устав школы, и свято нести честь такого звания ученика МЧС класса. Торжественная клятва нас заставляет больше учиться в спорт и заниматься спортом. Это для нас необычный день, потому что это первая наша клятва. Ребят с ответственным и важным событием в их жизни приехали поздравить в этот день начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф, а также ветераны службы. Ведь даже если в будущем ребята выберут другую профессию, то из классов МЧС они выйдут порядочными и ответственными людьми. Сегодня, наверное, надо в первую очередь сказать спасибо коллективу, школе, руководству, то, что они поддерживают это движение, поддерживают стремление ребят двигаться к профессии спасателя. Поэтому в день праздничный, в день спасателей Республики Беларусь, конечно, видеть улыбки ребят, видеть их стремление расти, развиваться, получать образование, которое им позволит защищать нашу страну, то, что создаются такие классы, это великое дело, я считаю, это такой серьезный вклад в будущее в вопросах безопасности жизнедеятельности. Это очень здорово, конечно, это будет памятно, и это одновременно и воспитывать будет их. Воспитывает молодое поколение своим примером и заслуженные, уважаемые ветераны службы МЧС. С глубоким чувством благодарности поздравить одну из них, Надежду Степановну Саевич, пришли накануне Дня спасателя, представители Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и Белорусского добровольного пожарного общества. Сегодня мы в рамках акции «От всей души», в преддверии праздника День спасателя Республики Беларусь, мы посещаем заслуженного работника органов подразделения по чрезвычайным ситуациям, капитана внутренней службы Саевич Надежду Степановну. Хотелось бы пожелать, конечно же, здоровья, сейчас это очень актуально, и мирного неба над головой. В рамках республиканской акции, нацеленной на пожилых граждан «От всей души», мы посещаем также и ветеранов МЧС, тем более в преддверии Дня спасателя мы просто обязаны проявить к ним заботу, внимание, подарить, естественно, им подарки, установить автономные пожарные извещатели, напомнить им, как они нам важны. В этот день в адрес Надежды Степановны, которая почти три десятка лет добросовестно и ответственно трудилась в службе МЧС, звучали слова благодарности и признательности. Ей вручили цветы, подарки и особо порадовавшие ее чисто профессиональные сувениры. Заслуженный работник МЧС, капитан внутренней службы, показала гостям свои фотографии и вспомнила свой профессиональный путь. Я прослужила 27 лет, у меня стажа, дослужилась до капитана. А начинали? А начинала, ну, у меня 7 лет было в профессиональной части, гражданской, как в народе говорят. А потом 20 лет вонизирована, уже аттестована я была. Но оказалось, что в этой прекрасной семье целая династия сотрудников МЧС. Не только Надежда Степановна и ее муж, но также внучка с супругом, представители самой благородной, опасной и почетной профессии. Приехали вот с Бреста и говорят, дайте нам хорошего человека, чтобы часть все была остающая, отстающая, дайте нам хорошего человека, чтобы он начальником был. Его порекомендовали. И вот, и мы сразу поженились, он меня забрал сюда. И мы, он начальником части, а я в него инженером работала. Ну, внучка, внучка это я уже. Я ее, ей порекомендовала. Она, правда, поступила сразу туда. Вот, первый год, то она немножко не хотела все. А потом тоже втянулась и... А там она познакомилась уже с мужем. Хочется отдельное спасибо сказать моей бабушке, которая все-таки подтолкнула меня, поставила на истинный путь, сделала из меня человека, ну, как бы на самом деле, правда. Ее пример послужил все-таки, наверное, основополагающим фактором, чтобы вот я шла в МЧС, девушка в форме, в погонах, это престижно, это достойно. Бабушка отработала 27 лет, ушла на пенсию капитаном. Ну, так вышла, я и пообещала, что я ее перегоню и уйду как минимум на пенсию майором. Все еще впереди, а пока внучка Алена в декретном отпуске. И в этой семье на радость бабушки подрастают еще два будущих представителя профессии спасателя пожарного. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Юные таланты из Бреста продолжают покорять вершины предметных олимпиад, спортивных чемпионатов, кубков и всевозможных творческих конкурсов. Ученица 20-й средней школы Лиза Цуприк уже не раз становилась героиней наших сюжетов. Ведь раз за разом юная артистка попадает в число победителей вокальных проектов самого разного уровня, снимает клипы, участвует во многих городских мероприятиях. А еще является телеведущей. На этот раз представительнице города над Богом удалось пройти на республиканский отборочный тур Международного фестиваля искусств «Славянский базар Витебске-2023». Наши корреспонденты встретились с юной звездочкой, чтобы услышать песни, которые она представит в Минске и узнать о ее дальнейших творческих планах. Десятки побед в вокальных конкурсах и фестивалях самого разного уровня, участия в городских мероприятиях и телевизионных проектах, да и учебу в школе никто не отменял. Для того, чтобы успевать везде и раз за разом получать дипломы и кубки победителя, юной брещанке Лизи Цуприк приходится расписывать свой день буквально по минутам и очень много трудиться. Буквально час назад снималась в передаче «Без взрослых» на телеканале «Европа плюс». Также вела телемост, я была ведущей. Там, можно сказать, мы общались с космонавтами. Я объявляла талантливых детей, которые нарисовали рисунки, а эти рисунки побывали в космосе. И такие яркие события в жизни Лизы происходят ежедневно, сменяя друг друга. Уже в новом году ей удалось встретиться с композитором Эдуардом Ханком, а также покорить жюри двух вокальных конкурсов «Мы вместе» и «Рождественская волна», где при серьезной конкуренции она завоевала гран-при. Большой вклад в развитие таланта юной артистки принадлежит ее педагогам и самому близкому человеку – маме. Нам очень повезло с педагогами. Все педагоги, которые с Лизой занимались, они замечательные. Каждый внес свой определенный вклад с самого начала, с четырехлетнего возраста, как она занимается вокалом. В настоящее время мы занимаемся, скажем так, у нескольких педагогов. То есть у нас в Бресте мы занимаемся в ЦМТ у Александра Михайловича Панасюка. И в том числе подготовкой аранжировок у него занимаемся, с авторской песней работаем. Также мы в «Артпипере» занимаемся с Ангелиной Пиперной. Она у нас периодически уезжает в Мексику, многие знают. Поэтому, когда она находится в Бресте, мы с ней готовим концертные программы для участия в концертах. Я еще не будучи ее педагогом присматривался, отмечал ее рост, следил за развитием репертуара, за развитием голоса. Ну и, наверное, мне как-то повезло все же таки, что теперь я занимаюсь с Лизой. Ну, Лиза, конечно, не добилась бы таких успехов, если бы она не была исключительно отзывчива на любое указание педагога. То есть она очень внимательна, она практически сразу же пытается сделать то, что ей говоришь. Наверное, эти качества и помогают раскрываться таланту вокалистки. Так, в ее юном возрасте недавно она выпустила уже седьмой по счету видеоклип. А самым важным событием в жизни и карьере Лизы Цуприк за последнее время можно назвать то, что ей удалось пройти строгие профессиональные городской и областной отборочные туры на Международный фестиваль искусств «Славянский базар Витебске-2023». Надо готовиться к «Славянскому базару». Я готовлюсь, каждый день занимаюсь вокалом упорно. И я готовлю две песни «Как быть собой» авторскую. Это первая песня на белорусском языке белорусского автора Валерия Шмата. Эта песня была написана специально для меня, специально для «Славянского базара». Вторая песня из «Май тайм». Эта песня была написана для Евровидения. Сейчас юная артистка не хочет далеко загадывать. Ее цель – упорно готовиться к республиканскому отборочному туру на «Славянский базар», чтобы достойно выступить и представить Брестский регион и свой родной город. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин